Сегодня сделаем такой достаточно простой, но тем не менее неоднозначный туторчик. Значит будем двигать за счет оффсета кубик и при прохождении интегр-волюма будем добавлять правильную велосипедию, посчитанную из того, с какой скоростью он двигается, перемещается точнее за счет оффсета. Так, значит создаем новый blueprint, actor, у него все создано, заходим в него, добавляем box collision, добавляем cube, и это наш движущийся объект, в construction скрипте ничего, в event графе, что мы делаем, добавляем an event became place, timer by function name, и добавляем название функции. Добавляем время, с которым он двигается, и ставим looping. Почему мы не используем eventique? Еще за eventique надо пить по рукам, потому что, во-первых, он перегружает систему, а во-вторых, он зависит от фпса. И если фпс просел, то и объект будет двигаться с неправильной скоростью, и там если какой-то 60 фпс он будет там, с одной скоростью двигаться, у кого 120 он будет двигаться быстрее. Вот, значит сдаем функцию myfset и добавляем вот add actor, lotofset, вот мы и двигаем на 10 поинтов. Теперь что у нас дальше, у нас добавляем на этот компонент, enter component begin over up, здесь нету, он уже добавлен, вот. И что происходит дальше, при пересечении нашего кубика вот с этим вот компонентом, мы должны добавлять выросите. Значит мы смотрим, что этот класс у нас get class, что это trigger volume, который мы поставили на уровень, вот он trigger volume, который добавляется вот так. Так, trigger volume, так, так, дальше branch, если все окей, то и двигаемся дальше, do lance, на всякий случай, чтобы мы, чтобы он не сработал несколько раз, останавливаем наш таймер, чтобы он перестал двигаться и добавляем на наш куб simulate physics, думаю здесь понятно, просто добавляем включение физики. Теперь надо посчитать велости, с которой двигается. Насчет какой-то велости, это расстояние между а и б, деленное на время прохождения дистанции, то есть вело расстояние у нас 10, вот оно, а время прохождения дистанции 0.05, это вот здесь вот. Делим, получаем велости, делаем make vector и добавляем set velocity change impuls at location. В location мы добавляем положение нашего blueprint, это где он сейчас, импульс, ну, заводим наш вектор, все работает. И еще такая штука, калькулят велости from position history, но часто я не знаю, как она работает, если кто-то расскажет, буду бы угадать, хотя в принципе посчитать это и само не проблема. Ну и вот еще раз добавили, и вот все честно, он полетел дальше.